Мир Team Fortress 2 набит разного рода игроками, начиная от путисов и заканчивая спай-крабами. Многие игроки почти сразу же после запуска игры выбирают шпиона, думая, что посмотрев Магмакса, они и сами начнут всех нагибать. Мне всегда было интересно, почему все выбирают в качестве мейн-класса именно шпиона. Здесь есть множество других интересных и главное полезных классов, а именно медик. К моему сожалению, на ютюбе очень мало реально стоящих гайдов нашего всеми любимого меда. Так что я просто обязан вложить и свои 5 копеек в тему гайдов. Сейчас на экране вы увидите два классных видеоролика по теме медика, которые просто обязательны к просмотру. В них авторы показывают на практике самые основы игры за врача. Ссылки на них будут в описании. В моем же видео я дам вам 20 советов игры за меда, дабы ваша игра за него почти всегда оканчивалась победой. Ну, хватит долгих прелюдий, пожалуй, начнем. Сражайтесь. Медик пусть и класс поддержки, однако у него в снаряжении есть медицинская пила, а также арбалет крестоносца, благодаря которому медик сможет с легкостью добить уже умирающего врага, а также прикончить петушка шпиона на расстоянии, который уже был готов вонзить нож в спину вашим союзникам. Не стойте идти прямо в атаку, лучше атакуйте на расстоянии, и остерегайтесь снайперов, ими заставят труда размазывать ваши мозги по стенке одним выстрелом в голову. Не стойте на месте. Медик, приоритетная цель для большинства классов, так что вас попытаются убить в первую очередь, так как вы представляете им серьезную проблему. Прыгайте, приседайте, крутитесь на 180 градусов. Медик, довольно хил здоровьем, так что две, а иногда даже и одна ракета-солдата сможет отправить вас на спаун. Зовите медика. Даже если вы единственный медик в команде, услышав крик о помощи, вам на встречу может прийти Хэви и угостить вас вкусным сэндвичем. А поджигатель, в случае того, если вы горите, обратит на вас свое внимание и потушит вас. Однако, не стоит звать медика, когда за углом находится враг, так он поймет, что вы при смертном состоянии и вас легко убить. Чекайте шпионов. Если первой в вашей команде страдать херней, устранять спаев предстоит медику. Насколько медик довольно быстрый класс, догнать шпиона и сломать ему лицо пилой не заставит никакой проблемы. Прячьтесь за спинами товарищей. Не лезьте на передовую. Медик должен оставаться сзади и лечить союзников, которые и будут разносить в клочья ваших врагов и которым реально нужен хил. Выбирайте умер по ситуации. Бывают разные медпушки, желательно каждую иметь у себя в вентаре. Каждый из умеров дает свой эффект. Стандартные делают вас, ваши пациенты неизвимы к любому виду урона, что очень полезно в атаке. А умер Критскрига дает криты, что будет как-никак кстати на защите вагонятки. Правильный выбор умера – залог победы. Купите оружие странного типа. Да, безусловно, этот свет можно назвать глупым, так как не важно, какое у вас оружие, а важен скилл. Но, к примеру, медикган странного типа считает ваши ассисты использованные убер-заряды. Большая цифра статистики всегда приятна и побуждает играть лучше. Если от не количества ваших смертей, конечно же. Не бойтесь рубать убер. Когда вы вот-вот умрете? Уж лучше потерять убер-заряд, но остаться в живых, чем умереть и бежать через всю карту к своим товарищам. Частичные телепорты инженера решают эту проблему. Но что делать, если инженера в команде нет? Остерегайтесь пироманов. Они способны почти в считанные секунды пролететь вас и вашу пациента в летний шашлык, если выясним на близком расстоянии. Также на некоторых картах можно погибнуть и совпасть с обрыва. Если же кляпный пиро столкнет вас обоих с обрыва, то тут даже убер не поможет. Не лечите ваших шпионов под маскировкой. Это почти сразу палит их и в таком случае вас обоих настигнет глупая смерть. Фух, ну, Ройд доделал этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился и ваша игра за медика станет намного лучше. У меня осталось еще 10 советов. Я думаю, я сделаю вторую часть. А так желаю вам всем удачи и спасибо за уделенное мне время. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok